Без меня меня лечили, вздыхает Мария. Весной по телефону она получила приглашение на бесплатную диагностику организма в клинике современной медицины. Признается, пошла с надеждой, что помогут. Женщина страдает хроническим заболеванием. Но чуда не произошло. Из клиники Мария вышла с договором на комплекс медицинских процедур и кредитом на 176 тысяч рублей. Это просто вот обман, понимаете. Там типа 48 процедур мы вам проведем, у вас будут и тонусные столы, и вы там и похудеете, и помолодеете, и прям в чувство мы вас приведем. Но все это, знаете, психологически так построено тонко. Я не знаю, как вам объяснить. То есть обхаживают тебя со всех сторон. Мария решила отказаться от лечения и расторгнуть договор. Пошла к юристам. Оказалось, она не первая. С подобными просьбами люди обращаются регулярно. Схема одинаковая. Представители центров звонят на мобильный, приглашают на бесплатную диагностику или процедуру. Одни объясняют тем, что набирают клиентов, другие ссылаются на федеральные программы по здравоохранению. Если человек соглашается на лечение и у него нет возможности оплатить его сразу, заключается кредитный договор. Расторгнуть его можно, говорят юристы. И чем скорее начать процесс, тем меньше потерь. Конкретно в таких случаях в первую очередь нужно понять, а может ли такая организация вообще такие услуги оказывать. Часто такие услуги, скажем так, продают компании, которые не имеют никакой медицинской лицензии. Соответственно, они в принципе не могут эти услуги оказывать и предлагать какие-то медицинские товары. Если лицензии нет, это уже подозрительно. В таких случаях нужно обращаться в прокуратуру. В случае с нашей героиней со стороны клиники нарушений нет. У них есть документы. Данная лицензия дает нам право осуществлять медицинскую деятельность в рамках тех услуг, которые, собственно говоря, в лицензии указаны. Безусловно, у нас тоже есть некий процент клиентов, которые желают расторгнуть договор. Это происходит по разным причинам. Кто-то переезжает, кто-то дезинформирован, кто-то недополучил какую-то информацию. Пока суд до дела, а процессов уже было пять, Мария продолжает выплачивать кредит за лечение, от которого отказалась. Надеется вернуть хотя бы часть денег. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, юристы советуют несколько раз подумать, прежде чем заключать договоры с платными медицинскими центрами. Лучше посоветоваться с родственниками или друзьями. Не брать авансом никакие лекарственные средства, пищевые добавки, БАДы, средства по реабилитации и медицинские аппараты. Меньше верить красочной рекламе и не стесняться просить показать лицензию на право ведения медицинской и консультативной помощи. И внимательно изучать договор, чтобы совпадали названия фирмы-исполнителя и фирмы-получателя денег. Олеся Корецкая, Василий Колдашов, Константин Головин, Максим Гусев. События.